2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Нынешняя недельная глава называется «Рей», буквально переводится «Смотри». Эта недельная глава начинается с такой фразы «Смотри, я предлагаю вам ныне благословение и проклятие». Я когда начал читать эту недельную главу, у меня сразу возник вопрос, кто может показать мне благословение и проклятие? Обычно мы это предполагаем как нечто высказанное словом, которое потом каким-то образом воплощается в жизнь. Тут странная постановка вопроса «Смотри, не слушай, я предлагаю тебе, а смотри». И можно предположить, что, собственно говоря, благословение и проклятие, которые были предложены Израилю, их можно было таки увидеть. И вы знаете, действительно существует такой взгляд на этот вопрос. Вот слышали наверняка такую фразу «любимчик Бога» или «любимчик Богов»? Это проклятый человек, небесами проклятые или как? То есть мы смотрим на человека и как будто бы мы знаем уже, он благословен или проклят. И вы знаете, действительно для Израиля были установлены именно такие законы, исполняя которые, вот было очевидно, исполняет Израиль эти законы или нет. Но если мы посмотрим, собственно, на всю историю Израиля, вот от исхода из Египта и до прихода Ишоа, до разрушения второго храма, то мы можем увидеть разные периоды, периоды и послушания, периоды бунта. И мы можем увидеть, что в периоды бунта народ вроде бы как благоденствовал, да? Если мы возьмем хотя бы вот книгу пророка Исаия начала, мы видим, что народ богат, у народа изобилие, народ приносит жертвы, обильные жертвы, но Бог этим недоволен. То есть он явно показывает, что послушайте, вы идете не в том направлении, и меня это не устраивает. Так как же, собственно говоря, отнестись к этому? Можно ли действительно по взгляду на человека определить, благословен он или проклят Господом? Я хочу процитировать просто одно место из Нового Завета. Это послание к евреям, 11 глава. Там достаточно большой такой отрывок, я его весь читать не буду, с 32 стиха. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о Еефае, о Давиде, о Самуиле, о других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. И вот все, что только что перечислено, можно сказать про этих людей, они были успешны, они были благословены. Но дальше список продолжается. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получив лучшее воскресенье. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть мы видим, что благословение в жизни человека, оказывается, внешне глазами однозначно определить просто невозможно. Потому что посмотришь на человека из первой части списка, да, благословен. Посмотришь на человека из второй части списка, проклят. Но Писание говорит, что это были те, кого весь мир был недостоин. И вы знаете, какой я для себя интересный вывод сделал? Знаете, однажды я в проповеди услышал такую интересную фразу, она меня зацепила. «Хочешь идти быстро, иди один, а хочешь идти с кем-то, будь готов идти медленно». И это действительно, как мы видим из этого отрывка, вот как сказано, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они, они, вот все те, кто были перечислены, не без нас достигли. Понимаете? То есть Бог, собственно говоря, ожидает, что мы все придем в единство веры, что мы все действительно достигнем какого-то определенного духовного совершенства, которое в конечном итоге действительно выразится его внешним. Как написано, что Бог говорит, что я покажу разницу между служащим и неслужащим. То есть эта разница, она действительно в какой-то момент будет очевидна. Мы просто должны понимать такой простой момент, что когда человек или народ входит в благословение, приходит время, когда это становится видно всем. Но если в этом благословении человек ожесточает свое сердце и отворачивается от Бога, он, собственно, в тот момент, когда отвернулся от Бога, принял просто вот неправильные направления, он уже, собственно говоря, проклят, то есть отделен от Бога, потому что он принял такое вот решение в своей жизни. Но еще не все так плохо, потому что он только-только делает первые шаги на этом гибельном пути. Это знаете, как со здоровьем. Вот везде написано, что курение вредит для здоровья. Курильщики что говорят? А я не спешу умирать. То есть это медленная смерть, я не спешу умирать. И проявляется это на самом деле с годами. Вы знаете, я вот сейчас вспоминаю, сколько было предупреждений в мою жизнь от дедушки с бабушкой, от родителей, от других взрослых или старших людей. Предупреждали, не делай этого, делай это. Я, да ладно, что, все нормально. Но пока проносило, будет проносить всегда. И вы знаете, если бы я в свое время прислушался, то сейчас бы многих проблем и со здоровьем, и вообще по жизни избежал бы. Потому что на самом деле переход от благословения к проклятию и от проклятия к благословению всегда занимает время. Это всегда расстояние изменения происходит постепенно. И наказания, которые приходят за наш грех, они тоже реализуются в нашей жизни. Ну, иногда, знаете, вот бывает так, что говорят, Бог палкой не бьет. Знаете, может и палкой ударить, если понадобится. Все для нашей пользы. Как бы я просто все это говорю к тому, что вот несмотря на то, что вот глава начинается с того, что вот смотри, на самом деле смотреть нужно не только глазами. Потому что, если мы вспомним, когда Авраам расходился с Лотом, и Авраам предложил Лоту выбрать налево или направо, Авраам предложил, выбирал Лот. Написано, что Лот посмотрел. Он смотрел глазами, физическими глазами и сделал неправильный выбор. То, что осталось Аврааму, собственно, было то, что ему было обещано. То есть, для взгляда Лота это было скрыто. Он не увидел благословения в том, что, собственно, досталось Аврааму, то, что он проигнорировал. Ева в Эдемском саду посмотрела и захотела. Вот увидела и захотела. Глазами, не руководствуясь заповедью, которая была дана, а глазами посмотрела, увидела, захотела. Все, ей понравилось. Поэтому, знаете, как написано? Не видел того глаз, не слышал от того уха, не приходило то на сердце, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Поэтому, братья и сестры, дорогие, давайте мы будем по жизни руководствоваться не своими глазами и ушами, а тем, что действительно говорит нам Дух Святой. Потому что Писание говорит, что «Водимые Духом Божьим суть – дети Божьи». Спасибо большое за внимание. 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Израэль. Продолжение следует...